МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саранская полиция во взаимодействии с сотрудниками ФСБ установила личность человека, который в понедельник сделал заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В полдень неизвестный позвонил по телефону 02 и заявил, что в здании на улице Большевистской в Саранске заложена бомба. Речь о корпусе, где располагается управление по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД и главный офис компании Ростелеком. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой и представители всех экстренных служб города. Из зданий были эвакуированы работники организаций. Некоторые успели сделать несколько снимков. На них видно, что территорию, прилегающую к строению, оцепили. При осмотре специалиста никаких подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружили. Позже удалось установить личность и задержать звонившего. Им оказался 42-летний житель Саранска. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет. Александр Аносов, Происшествие, Десятый канал. Наступившие холода принесли с собой участившиеся случаи возгорания в жилых домах и банях. Причиной этой закономерности в основном становится неисправность отопительных приборов. Она хорошо прослеживается в сводках МЧС. За три выходных дня в Мордовии произошло 10 пожаров, два из которых закончились трагедией. 29 октября из горящего дома в селе Мордовская поляна Зубово-Полянского района не смог выбраться 45-летний мужчина. Пожар заметили в третьем часу дня. Из-за позднего обнаружения к моменту прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение дома на площади 51 квадратный метр. Существовала угроза распространения огня на соседнее строение. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнём и не допустить перехода пламени на соседнее строение. А вот хозяина дома спасти не удалось. В ходе тушения пожара и разбора сгоревшей конструкции возле печки был найден труп хозяина дома 1971 года рождения. Как выяснилось, погибший проживал один и очень часто злопотреблял спиртными напитками. Известно, что дом отапливался дровами и по предварительной версии к пожару привела неисправность дымохода. Проблемы с печным оборудованием уже на следующий день, 30 октября, стали причиной ещё одного возгорания, в результате которого погибла 70-летняя пенсионерка. Около пяти часов утра в селе Качкурово загорелся жилой дом. В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение жилого дома по всей площади. Для ликвидации пожара было привлечено две единицы техники пожарно-спасательной части номер 18. В результате пожара уничтожена кровля дома, проведена внутренняя отделка. 70-летней хозяйке дома выжить не удалось. В минувшие выходные не оказались безопасными и дороги республики. За три последних дня в Мордовии произошло 13 ДТП, в которых один человек погиб и ещё 15 получили различные травмы. Смертельной оказалась поездка для 38-летнего водителя «Лады Приоры». Авария произошла 28 октября на трассе в Рузаевском районе недалеко от поворота на село Шишкеева. Водитель 1978 года рождения, управляя автомашиной «Лады Приоры», не учёл дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Лады Нива» под управлением водителя 1979 года рождения. От удара Нива отбросила на полосу встречного движения, где произошло ещё одно столкновение с «Митсубишей Лансер». В результате ДТП водитель автомашины «Митсубишей Лансер» с различными травмами госпитализирована в лечебное учреждение. Водитель автомашины «Лады Приоры» от полученных травм скончался на месте происшествия. А это кадры с видеорегистратора очевидца ДТП, которое произошло 30 октября в Саранске на улице Волгоградская. Здесь хорошо виден сам момент столкновения. По предварительным данным, аварию спровоцировал 50-летний мужчина на «Опеле». Водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной «Опеле Астра», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества в движении транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 под управлением водителя 1988 года рождения, движущегося со встречного направления прямо. После столкновения «ВАЗовская десятка» по инерции врезалась в столб. В результате медицинская помощь понадобилась лишь водителю отечественной легковушки. Но госпитализации ему не потребовалось. Дарья Аберясева, Дина Мустаева, Андрей Просвиркин, Александр Зюзяев. Происшествия. 10 канал. 27 января 2016 года руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Мордовия Новаковским возбуждено уголовное дело номер 23803 по части 4 ст. 160 в отношении главного бухгалтера ООО «Рассвет» Скрынниковой Ольги Евгеньевны. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в период с 1 января 2012 года по 6 мая 2014 года Скрынниковой, являясь главным бухгалтером ООО «Рассвет», используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности совершило присвоение денежных средств указанного общества на сумму 2 млн 295 тыс. Данное присвоение было совершено следующим образом. Главный бухгалтер данного общества Скрынникова носила заведомо ложные сведения в программы «Один из бухгалтерии Камин», в результате чего начислялась заработная плата свыше полагающейся ей. 29 сентября уголовное дело в отношении Скрынниковой было направлено в суд, и в настоящее время Чамбинским районным судом в отношении Скрынниковой вынесен обвинительный приговор. Два года лишения свободы со срочкой исполнения приговора. Алексей Поляков, руководитель Чамбинского международного следственного отдела. Саранская полиция ищет свидетелей ограбления горожанки, которое произошло почти два месяца назад. 7 сентября 45-летняя потерпевшая познакомилась в круглосуточном кафе на улице Осипенко с несколькими мужчинами. Оплатив банкет, джентльмены предложили женщине присоединиться к их застолью. Потерпевшая согласилась, даже не догадываясь, чем закончится эта встреча. После совместного времяпрепровождения все пятеро вышли из помещения, после чего один из парней схватил ее за шею, похитил сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 4000 рублей и скрылся с места преступления. Нападавшего полицейские задержали довольно быстро. Им оказался 26-летний ранее судимый горожанин. На него уже завели уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают других участников того застолья. Они главные свидетели по делу. Все трое попали в объектив камеры видеонаблюдения. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении данных молодых людей, просьба сообщить по телефону 29 90 02 29 77 58 или 102. Александр Аносов, Дарья Берясева и Андрей Просвиркин. Происшествие 10 канал. «Милицейская волна». «Милицейская волна». Пожарная охрана, город Старом. «Милицейская волна». 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 Продолжение следует...